Прямая линия губернатора Ненецкого автономного округа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Прямая линия» с губернатором Ненецкого округа Игорем Кошиным и я, её ведущая, Мария Владимирова. Сегодня мы поговорим о том, что действительно волнует жителей Ненецкого округа. Добрый день, Игорь Викторович. Рады приветствовать вас у нас в гостях. Мария, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас начался новый учебный год. Ну, не только учебный, да, осень. 1 сентября наступило, детки пошли в школу, началась осень, и мы какие-то свои принципы работы будем немножко менять в сторону ещё большего общения с нашим населением, безусловно. Поэтому мы постараемся сделать эти промежутки, интервалы между этими эфирами гораздо короче. При необходимости я буду приглашать своих профильных заместителей, потому что есть специфические вопросы. Есть вопросы, которые требуют неоднократного пояснения, повторения, особенно которые касаются большой части нашего населения. Поэтому будем в полной мере использовать те средства массовой информации, которые у нас есть, до доведения информации. Приветствуем эту инициативу. Итак, это прямой эфир. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 2-102-5 и 4-56-41. В течение часа вы сможете получить ответы на вопросы, которые поступят в ходе этой прямой линии. Сразу поясню, что ни один вопрос заранее не принимался. Всё происходит здесь и сейчас в режиме реального времени. Ну, а следить за ходом прямой линии также можно на сайте trksever.ru, на странице «Север-ФМ», где доступно онлайн вещание радио. И, как мне подсказывают звукорежиссёры, у нас есть уже первый телефонный звонок. Мы принимаем. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алла Александровна Дроздовская. У меня два вопроса. Давайте с первого, Алла Александровна. У нас такая беда. Мы привезли, когда начались военные действия на Украине, дедушку, два года назад. И вот третий год мы ходим по инстанциям, ходим, оформляем все документы. Документы. Но дело в том, что он очень старый, он очень плохо ходит. И вот мы два года все документы оформляли, все медосмотры прошли. И вид на жительство нам сейчас, как выяснилось, опять же не получить, потому что ему 75 лет. Своего дохода он не имеет. С собой привёз он документы, только паспорт. И с тем свидетельством о пребывании временном на территории России, мы не можем подтвердить ему ни пенсию, которую он получил на Украине как пенсионер, и ту пенсию, которую по инвалидности он получал, мы тоже не можем подтвердить, хотя он получал её российскую, потому что он не является, опять же, гражданином Российской Федерации. И на сегодняшний день нам сказали, что он живёт у отца моего, у сына родного, родной сын его не работает, и доходов нет. И получается, что на сегодняшний день он не может подтвердить то, что он может содержать себя, и что сын его может содержать. И если мы сейчас подадим документы на вид на жительство, нам, скорее всего, откажут и его депортируют. И мы не можем никаких, вот, получается, замкнутый круг, мы не можем ни туда ссунуться, ни туда, потому что у него нет никаких доходов, и отец не может работать тоже. Мы не знаем, может быть, какая-то упрощённая, может быть, ситуация для отдельного гражданина, потому что ему, во-первых, тяжело ходить. Значит, Алла Александровна, я прошу прощения, я немножко подзапутался. Вид на жительство должен получить ваш отец или сын вашего отца? Дед. Вашему деду 73 года? 75. 75. А вашему отцу сколько? 54. И получается, что ваш отец не работает? Не работает, да. Они живут на одну пенсию мамы, но они с мамой не расписаны, и она не является им никаким родственником. Значит, смотрите, здесь две составляющие. Первая составляющая – вопрос в любом случае индивидуальный, и рассматривает его ФМС, да? Вы прекрасно знаете. И все вопросы, связанные с видами нажительства, с гражданствами, они имеют ряд ограничений. А вторая составляющая – по источнику дохода и на что, собственно говоря, живут. Давайте мы сделаем следующим образом. Вы оставьте свой телефончик, я попрошу девочек. Мой помощник с вами свяжется, и мы посмотрим, что в данном случае, чем мы сможем помочь. Потому что вопрос непростой, и вопрос завязан на, прежде всего, соблюдении федерального законодательства. Оно тоже непростое в этой сфере. Вы понимаете? Мы уже поняли, что непростое. Мы сталкиваемся уже который год, поэтому не знаем даже, к кому обратиться, и как нам сделать так, чтобы человека, у которого даже не существует теперь место жительства, вообще, чтобы не депортировали в пустоту. У вас еще был второй вопрос, Алла Александровна. Да, это наболевший вопрос у нас во всем округе. Это, естественно, жилищный вопрос. Дело в том, что у меня прописка сельская, я многодетная мать, и здесь даже на участок и на очередь встать не могу, потому что прописки нет ни в искателях, ни в городе, и прописаться нам просто негде. И получается, что мы без жилья, а в связи с тем, что ипотеку мне не могут дать, в связи с тем, что не выходит прожиточного минимума на четверых, и даже ипотеку я взять не могу, потому что мне любой банк откажет, даже если мне дадут гарантийное письмо. А где вы зарегистрированы? В Нельминосе. А сколько вы там проживали? С рождения. Так, а сейчас переехали в город? Нет, я там прописано, проживаю, я здесь уже больше 13 лет, в Нельмаре работаю и проживаю. Значит, давайте следующим образом. Есть ряд нюансов, связанных с тем, что вы зарегистрированы в одном месте, проживаете в другом. Нужно понимать, где вы работаете. Поэтому мой помощник с вами свяжется, и мы детально посмотрим, что мы вам можем помочь. На самом деле, что касается многодетных, безусловно, ставится на учет в нашей судзащите, причем ставится на учет, я могу ошибаться, но, по-моему, даже не... Главное, чтобы была окружная прописка, но многодетные ставятся на учет от четырех деток. Вот такая ситуация. Что касается участков для многодетных, вы знаете, у нас и большая была проблема, связанная с тем, что у наших строителей есть вопросы к чиновникам городской администрации, поэтому в этом году мы совместно с депутатами окружного собрания приняли на законательном уровне возможность денежной альтернативы земельному участку, и вот в ближайшее время порядок уже будет готов. Мы первый раз на администрации его рассматривали, но он не прошел администрацию, потому что он был крайне сложный, этот порядок, поэтому сейчас мы его упростим и сделаем так, чтобы нашим гражданам было удобно воспользоваться альтернативно, поэтому там движение начнет. Ну, а если интересно, в 2015 году многодетным было предоставлено 32 квартиры. На тот момент та очередь, которая у нас была по многодетным, я подчеркиваю, семьям в округе, она была закрыта. Нет, нам не дают встать очередь, у нас, опять же, прописки нет. Сколько у вас деток, скажите? Трое. Ну, вы меня услышали, что от четырех многодетные семьи, от четырех деток, и тогда независимо от прописки. А так вы просто становитесь в социальную очередь, ну, это длительный момент такой. Понятно, хорошо. Значит, по дедушке мы с вами договорились, помощник свяжется, значит, мы отработаем, и по жилью посмотрим индивидуально, либо соцснаем, ну, в общем, все еще зависит от вашего места работы, от вашего образования, от вашей компетенции, и, собственно говоря, места работы и компетенции вашего супруга. Это тоже очень важно. У меня нет супруга, я разведена. А, ну, это распространенная история у нас в округе, к сожалению, но большое количество мамочек у нас одиночек. Ну, супруг алименты хоть платит? Нет, он не может работать официально. А почему он не может работать официально? Потому что справочка у него интересная. Ну, понимаете, в чем суть? Вот детей почему-то они могут делать неофициально, а работать официально они не могут. Вот это тоже не очень правильно. Хорошо. Алла Александровна, спасибо вам, помощник с вами свяжется. Спасибо. Не забудьте оставить ваш номер телефона. Напомню, что это прямая линия. Работают два телефона, 2-102-5 и 4-56-41. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Мы целый час в эфире, точнее, 50 минут, так что еще есть достаточное количество времени для того, чтобы обратиться со своим вопросом губернатора Ненинского округа Игоря Кошина. Игорь Викторович, пока мы ждем телефонных звонков, хотелось бы спросить. Вот вы вначале сказали, что осень – это не только начало нового учебного года, но и начало каких-то перемен, каких-то событий. Вот что бы вы могли сказать в плане развития округа на ближайший период? Мы давайте со словом перемены будем очень аккуратны, потому что любые перемены, они сразу воспринимаются как изменения. Вообще есть старая мудрая китайская пословица – не дай нам Бог жить в эпоху перемен, потому что это всегда новая реальность. На самом деле сейчас мы уже в средине подготовки к проекту бюджета на следующий год. Он, безусловно, очень сложный, но реально выполнимый. И на сегодняшний день те обязательства, которые мы брали, я готов рассказать об основных законопроектах. В первом чтении у нас принят законопроект о квотировании рабочих мест. Сложный законопроект, но он касается обязательного закрепления определенной квоты для работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории округа, жителей округа. Вот в собрании создана рабочая группа, и недропользователи очень активно работают, и депутаты окружного собрания, потому что в этом году, вы знаете, мы столкнулись с очень сильным вызовом, потому что бюджетные возможности у нас стали снижаться в силу определенных причин, прежде всего, кратного снижения цен на нефть. И столкнулись с таким вызовом, как безработица, поэтому стали оперативно реагировать, приняли порядок, связанный с тем, что у нас сейчас есть возможность оплачивать работодателям переподготовку сотрудников, даже включена стипендия сотруднику, который проходит переобучение. Есть установка у департамента образования, сегодня им очень сложно, и я благодарен Галине Брониславовне, что она ведет эту работу. Мы смотрим по профориентации школьников, ну и самое важное, наших ребят в наших профессиональных учебных заведениях. Вы знаете, что мы весной совместно с компанией «Башнефть Полюс» начали подготовку водителей, сейчас на второй очереди сварщики, значит, готовится приобретение, ну и передача оборудования, чтобы была возможность подготовки. Поэтому основной упор мы, конечно, уделяем безработице. И я хочу сказать, что под руководством моего первого заместителя, Сергея Александровича Ружникова, создана рабочая группа, которая занимается исключительно проблемами труда. У нас уникальные условия, у нас уникальный округ. Большая часть наших доходов формируется в сфере недромпользования. Большая часть, причем подавляющая часть. Но по структуре занятости у нас из жителей округа очень низкий процент занятости в сфере недромпользования. И отсюда у нас есть определенные перекосы, связанные со средней оплатой труда. Поэтому здесь будем потихонечку эту ситуацию менять. Быстро ее не изменишь, потому что людей надо готовить. Самое главное, что работа ведется в этом направлении. Работа ведется, и надеюсь, что мы получим положительные результаты. Кроме того, я хотел бы отметить, и сегодня на планерке звучало, это то, что наши работники сельскохозяйственной отрасли получают положительные результаты. Это говорит о том, что мы все-таки приняли верные решения, когда переориентировали субсидирование на конечный продукт. Отработали по заготовке кормов, и мне очень приятно, что началось строительство, физическое строительство объектов. И в поселке Красное началось строительство фермы в Коткино. Сегодня-завтра рассматривают вопрос. Агропромышленные компании вышли уже практически на финишную прямую по подготовке своего строительства. Вот в этой сфере мы двинулись вперед. И это говорит о том, что решения, которые были приняты в этой сфере, полтора года назад, они приводят уже сегодня к определенным результатам. Безусловно, с нулевой базы стартовать гораздо легче, и когда мы говорим, что у нас кратно увеличилось количество новых производственных объектов, это звучит все очень красиво, на деле это, там не было ни одного объекта, стало три, не было ни одного фермера, либо два, стало их вдруг пять. Но по факту увеличивается и количество коров, находящихся в частной собственности, и появляются объекты, построенные непосредственно самими предприятиями, занятыми в сельском хозяйстве. Поэтому это здорово. Я так понимаю, что есть вопрос. Да, есть телефонный звонок, я вот пытаюсь всячески показать. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это Николай Мартович, это Ефти. Ваш вопрос. Я один, ну, модель по поводу прошлого эфира. Да, в прошлый эфир, я задавал вопрос, два вопроса хотел бы задать. Второй вопрос, или помощники, или не знаю, кто не пропустили. Это не дело губернатора. Ну, это какой же вопрос, Николай Александрович, говорите. Николай Мартынович, да-да. О, Мартынович, прошу прощения. Вопрос в том, что они или вас оберегают, или вас скольтерируют. Вы задавайте ваш вопрос, чтобы Игорь Викторович уже принял решение непосредственно. Николай Мартынович. Вопрос был такой, чтобы во время сезона отпусков, когда начинается, в окружных поселках, например, ну, в далеких зданиях, Каратайка, Харутаха, Ревелон, Виска, у людей проблемы с наличностью. Потому что в работе в Беркасе уходит в отпуск, и полтора-два месяца никто, там, проблемы с наличностью. Это уже не один десяток лет такой. Никто ничего не может поделать. Вот такая ситуация, один вопрос это. Второй вопрос это, как его, насчет оленеводства. То есть, тоже Харута, рассвет севера. Ездили сейчас на день оленя. Вертолет туда специально увозили в Тунду. И для оленеводов, которые там в Тунду, там есть эти частники оленеводы тоже, единоличники. Они тоже там, типа, кухонно. У одной женщины девять детей там, да? Они моему брату деньги поставили, купили, там, что-нибудь такое для детей. И отправили, говорит, вертолетом. Вертолет прилетел, там кучу народу, какую-то аппаратуру загрузили, после выпустили, говорит, все, вертолет, говорит, не может больше поднять. Это для кого, спрашивается, день оленя? Ну, Николай Мартынович, во-первых, день оленя, конечно же, для оленеводов, и особенно для тех деток. Нет, понимаете, там дети, девять детей у женщин. Особенно для тех деток, которые в Тунду. Самый молодой, маленький, и еще год у них, вот. И посылки нельзя для этих детей. Николай Мартынович, спасибо вам огромное за вашу активную позицию. Спасибо за неравнодушие и ту боль, которую вы собираете и передаете. Вопрос в следующем. Значит, что касается Дня оленеводы? Безусловно, это праздник непосредственно людей, работающих, живущих и работающих в Тундре. И есть установка у нашего авиаотряда, у управления нашего сельского хозяйства, которое занимается и расписывает все эти рейсы, о том, что прежде всего, прежде всего, брать людей, брать подарки, брать те передачи, которые передают с населенных пунктов, потому что это возможность, ну, транспортная возможность, транспортная доступность. Поэтому, ну, я, наверное, приношу извинения за своих коллег, если кто-то там что-то напутал, это, конечно, неправильно. И очень хорошо, что вы подсказываете и помогаете нам делать наш округ еще лучше. Значит, что касается наличных, действительно, есть такая проблема по населенным пунктам, пытаемся мы ее решать с тем же Сбербанком, но вопрос открытый. Сейчас прорабатываем там различные варианты. Вопрос открытый. По крупным населенным пунктам вполне возможно, будут какие-то альтернативы, будут замены. Но проблема существует. Действительно, сберкассы, почты, когда сезон отпусков, есть вопрос. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Неконорова, на Катанзейская. Я из села Великолисточная. У меня вопрос такого характера. В нашем стиле 5 многоквартирных домов. Управляющей компании у нас нет. Все брошено, видимо, на самих жильцов. Но, значит, вот в нашем 84-м доме 5 собственников. Из них, из 5 собственников, вот люди совсем преклонного возраста, от 60 и 70 лет. Поэтому своими силами мы что-либо сделать не можем. Остальные жители, ну, квартиры принадлежат муниципальному образованию. Там же вот люди приезжие. Вот они приезжают, уезжают. В общем, смена такая происходит. Так вот, у меня вопрос такого характера. Будут ли вот именно в нашем стиле какие-то альтернативы хотя бы вот этим управляющим компаниям? Раньше у нас управляющий компанией был местный жилком сервис. Сейчас, года 3 назад, он свои обязанности скинул на жителей, можно так сказать. А почему отказался? А есть какое-то объяснение? Ну, там какие-то были законы, по всей вероятности, связанные с чем-то там, с аттестацией, что ли. А, понял. Вот такого характера. Но это вот уже 3 года, мы никому не принадлежим. Дом у нас находится, в общем-то, в плохом состоянии. Капитальный ремонт переносится где-то на 21-е, 25-е годы, что ли. А все эти, извините меня, туалетные ямы, помойки, все это желают быть лучшим. Вот, потому что их никто не чистит. Все это, простите меня, все кругом загажено. Я понимаю. Спасибо. Значит, Екатерина Некануровна, спасибо вам за вопрос. Впервые с подобной проблемой я столкнулся в поселке Харута, там точно так же были дома, многоквартирные дома, которые находились без обслуживания. Но мы совместно с Северожилкомсервисом, с руководством Заполярного района эту ситуацию отработали, появилась управляющая компания Северожилкомсервис, и эти дома предели, что называется. Я попрошу руководство Заполярного района вот по ВИСКе посмотреть, чтобы все-таки Северожилкомсервис, участок вернулся и обслуживал эти дома. Потому что действительно проблема, люди становятся старше, и заниматься этими домами самостоятельно возможности нет. И тем более участвовать в процессе капитального ремонта. Поэтому обязательно посмотрю, переговорю с руководством Заполярного района на эту тему обязательно. Спасибо, что подняли этот вопрос. И мы посмотрим заодно по остальным нашим населенным пунктам, потому что, как правило, на квартирных домах у нас, конечно, живут люди, ну, в нашей бюджетной сфере, специалисты, прежде всего. Спасибо. Напоминаю, что это прямой эфир. У нас работает два телефона, 2-102-5 и 4-56-41. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Игорь Викторович, губернатор Нинского округа, отвечает на все вопросы, которые поступают в ходе этой прямой линии. Так что не стесняйтесь и задавайте те вопросы, которые вас интересуют. Игорь Викторович, вот если мы с вами продолжим ту тему, которую мы начали вначале говорить о том, что с осенью приходится что-то новое. Вот вы уже озвучили ряд тех моментов, над которыми проведена большая работа, и она еще, в общем-то, продолжается. Есть еще что отметить? Мы должны в ближайший месяц получить декларацию о расположении в Индеге глубоководного, круггодичного морского порта. Я хочу напомнить, что он вошел в число приоритетных проектов. Мы рассматривали эти вопросы на заседании Арктической комиссии. Нам было поручено подготовить декларацию. Вот сейчас декларация уже практически находится на выходе. И в ближайшее время, когда мы ее получим, начнем продвигать этот проект дальше. История в следующем. Это как человеческая жизнь, так, собственно говоря, и наш Ниндзийский автономный округ. Мы должны планировать его будущее. Мы должны, живя в настоящем времени, в любом случае, планировать будущее. У нас есть ряд точек роста, по которым сегодня мы двигаемся. И, безусловно, это... Ну, такие стратегические проекты. Безусловно, то, что отразится в дальнейшем на казне нашего округа, на наших доходах и кружных, это вопросы, связанные с недропользованием. У нас сегодня есть сильный проект совместного предприятия Башнефть и Лукоил от Восток-Нау. Вот очень должны быть получены уже результаты тех пробуренных схважин, результаты геологоразведки уже более практичные. И тогда мы поймем, появляется ли у нас новый блок крупных месторождений для освоения. У нас очень активно сегодня растет Башнефть-Полюс по добыче трепситова. Вы знаете, что недавно прошел аукцион на распределение двух газовых месторождений, и в этих месторождениях победил, безусловно, победил Газпром. То есть, у нас появится еще один недропользователь. Ну, а что касается вопросов, не связанных прямо с недропользованием, конечно, это глубоководный порт в Индига с отрезком железной дороги Сосногорск-Индига. Безусловно, более ближайший проект уже в стадии реализации это автомобильная дорога на Венмар-Усинск. Причем мы с нашими коллегами из Республики Коми двигаемся навстречу друг другу. Безусловно, хотелось бы двигаться еще большими темпами, но хочу напомнить, что сегодня мы практически данную дорогу строим непосредственно, практически полностью за счет федеральных средств. Мы активизировали работу с федерацией, и если в 2014 году не получили практически ни копейки с федерального бюджета, то в 2015 уже получили почти полмиллиарда рублей, в этом уже получим под миллиард, то есть, 800 чем-то уже получили, в том числе на строительство автомобильных дорог, на строительство объектов социальной инфраструктуры. Я надеюсь, что мы доведем эту цифру до 1 миллиарда рублей. Поэтому те стратегические проекты, по которым мы сегодня двигаемся, они позволят, но они будут локомотивами округа в дальнейшем. И в то же время мы должны выстроить совершенно четкий базис, чтобы у людей была работа, и мы обеспечили продовольственную безопасность. Я говорил о тех принятых решениях в сельском хозяйстве, мне очень приятно, что мы, наконец, приняли субсидию для овощей открытого грунта. Сегодня готовы и финансово, и юридически субсидировать людей, которые выращивают картофель на территории Нинско-автономного округа, потому что главная наша цель – это, что мы как можно больше финансовых ресурсов, как можно больше денег оставалось непосредственно в округе. Вы знаете, мы сегодня в завершающей стадии создания собственных производственных мощностей, производственных на территории округа. Я говорю о заводе железнобетонных изделий. И хочу постучать по дереву, чтобы всё там было в порядке, тогда мы сможем по особой технологии, собственно говоря, ускорить рынок жилищного строительства. И этим будет заниматься окружная компания, что очень важно. Поэтому очень много текущих вопросов вы понимаете. И, конечно, к большому сожалению, прежде всего всех, наверное, жителей округа, мы сегодня находимся в периоде низких цен. Мы сегодня находимся в периоде резкого снижения доходной части окружного бюджета, но мы ни в коем случае не должны останавливаться, мы должны ни в коем случае не забывать о наших людях, и мы должны двигаться вперёд. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга Филиппова. И у меня вопрос по поводу освещения улиц в городе Наринмаре. Знаете, новый микрорайон, но он, может быть, уже и не новый, в лесозаводе, где выдавались участки многодетным семьям. В принципе, дома уже построены, детки живут с родителями, но там нет ни дорог, а самое страшное, что там нет ни одного фонаря. Вот сейчас детки пошли в школу, будет темно, как там ходить, вообще страшно, честное слово. Ну и ещё там нет, конечно, ни одной детской площадки. И, может, я вот хотела узнать, может, мне к кому-то надо обращаться в какую-то инстанцию, в инспекцию, или есть какие-то органы власти, которые должны поменять это? Ольга, есть понятные, простые органы власти, которые называются мэрия города Наринмара, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вы знаете, правильный вопрос вы задаёте, и по освещению, мы сейчас вот осенью, наверное, обратили внимание, несколько дней у нас были сложности с освещением вдоль дорог, но вот сейчас наш окружный департамент отработал. Давайте так, что касается детской площадки, я посмотрю, что там можно сделать, учитывая, что у нас всё-таки большое количество там живёт самостоятельных людей, и у них есть детки, и вполне возможно, мы привлечём какие-то в небюджетные источники. Что касается освещения, ну, настоятельно попрошу руководства нашего всё-таки города заняться своими прямыми обязанностями, потому что мы, когда в своё время принимали 95-й закон, и город больше всех возмущался, его это не устраивало, цель была очень простая. Снять те полномочия, на которые нет финансовых ресурсов, а оставить те, которым непосредственно должен заниматься город. Но, к сожалению, у нас людей рассказывающие гораздо больше, чем людей что-то делающих. Поэтому по освещению я с мэром переговорю. А к вам, в свою очередь, просьба тоже обращения мэра города написать по этому поводу. Хорошо? Ну, мы писали, нам сказали, что там в проекте строительство дороги, вот будут строить дороги, тогда покопают столбы, тогда будет свет. Ну, это же, знаете, это отправить людей жить в тундру, да, и рассказывать, что через 10... О проектах. Да, что через 10 лет мы вам проведём железную дорогу, это, конечно, не совсем правильно. Я посмотрю, что можно будет сделать. Хорошо по этому поводу. Хорошо. Огромное спасибо. Спасибо большое, Ольга Филипповна. Вам спасибо за вопрос. Мне подсказывают, что у нас есть ещё один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Меня зовут Марина Юрьевна, я из посёлка Красное. Игорь Викторович, в октябре 2015 года на сайте администрации я обратилась с предложением о внесении изменения в постановление об ежегодной премии губернатора Немецкого автономного округа за выдающееся достижение в области образования. Вы считаете, не надо выручать такую премию? Нет, нет. 28 октября мне пришёл ответ о том, что изменения будут внесены. Вот прошёл год. В этом году ещё раз у нас есть напоминание этого положения, но там никаких изменений нет. Дело в том, что с детьми работают ведь не только воспитатели, но и психологи, логопеды, музыкальные руководители. Почему они не могут участвовать в получении премии? Почему только воспитатели? Вот у меня было предложение заменить слово воспитатель на слово педагогии дошкольного образования, и тогда все те, кто работают с детьми, дошкольниками, могли бы принять участие в номинации. А вы смотрели порядок, который федеральный или который принят на окружном уровне? Нет, который принят на окружном уровне. А федеральный порядок смотрели? На федеральном нет, потому что это у нас все-таки премия губернатора округа. Я понимаю. Давайте следующим образом. Я тогда сейчас попрошу наших юристов посмотреть, потому что там же получается, если не ошибаюсь, за первое место премия президентская нашего руководителя Владимира Владимировича, Путина, она порядка 200 тысяч за счет федеральных средств. А за второе и третье место мы уже выделяем из нашего бюджета это уже так называемая губернаторская премия, которая будет причина 5 октября. Понятно, что федеральный порядок мы не изменим, как вы понимаете. Я больше чем уверен, что наш порядок сделан в развитии федерального, но посмотрю, есть ли возможность его изменить. Хорошо? Спасибо, что позвонили, потому что у нас очень часто наши юристы, знаете, вот, ну, как все юристы, два юриста, три мнения. Так что, посмотрю обязательно. Позвольте продолжить тему образования, не пожелали выступать в прямом эфире, оставили вопрос. У меня двое детей-школьников, какие профессии им выбрать, чтобы быть потом востребованными в округе? Я думаю, что этот вопрос можно еще и привязать к той информации по строительству глубоководного порта в Индике, там тоже наверняка потребуется в скором будущем. Давайте возьмем структуру тех вакансий, которые у нас сегодня существуют. Я хочу напомнить, что их больше, чем количество безработных, у нас получается следующая вещь. Самая востребованная профессия в округе, как ни странно, это врачи. Это врачи в той, ну, там, в той либо иной сфере. Вот. И второе, о чем мы говорили, конечно же, это все, что связано с недропользованием, потому что я уже говорил, большая часть доходов нашего бюджета это недропользователи. Большая, подавляющая часть инвестиций, которые делаются на территории низкого автономного округа, я подчеркиваю, что они на протяжении, начиная с 2014 года, они увеличиваются, и наша задача в 2016 году их удержать на уровне 2015 года. Тогда в будущем нам это вернется и налогом на прибыль, и налогом на имущество. Поэтому мы сегодня создаем все условия для недропользователей. Так вот, для недропользователей. Так вот, все инвестиции это недропользователи прежде всего. Поэтому, исходя из этого, нужно принимать решения. Ну и, безусловно, профессии, которые не только лечат людей, но обучают детей. Это наши учителя, педагоги. Ну, конечно, они всегда будут востребованы просто по определению. Инженера, строители, это те специальности, по которым сегодня в округе есть у нас определенный провал, особенно касается инженерного состава. И ряд проблем, которые сегодня у нас есть, в том числе и с недостроями, с непроведенными вовремя изысканиями, они в том числе и потому, что вопросами строительства порой занимаются люди, имеющие общее представление о стройке. Это тоже большая проблема. Поэтому инженера, строители с профильным образованием, конечно же, востребованы, конечно же, нужны специалисты дорожной отрасли. Вы видите, сейчас мы с чем сталкиваемся, и есть определенный вопрос к тем специалистам, которых привозят в округ на какие-то работы. Но они обладают определенной компетенцией, поэтому тоже нашему профессиональному училищу, но опять же, департамент образования, четкая установка о том, чтобы готовить специалистов, которые будут востребованы на той технике, которая сегодня есть. Поэтому вот, наверное, так. Ну и, пользуясь случаем, хочу всех еще раз поздравить с наступившим первым сентября. Вы знаете, что в этом году у нас первоклассников пошло гораздо больше, нежели в прошлом году, и, ну, конечно, очень приятно, повезло с погодой, я принимал участие в трех школах, радостные дети, немножко печальные, радостные родители, ну и самые счастливые, конечно, учителя, и, как правило, первого сентября уходят, и в середине июня возвращаются. Так и есть сама мама двоих детей. У нас есть еще один телефонный звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это Любовь Матвеевна, проживающая по адресу Южная 43-Б. Значит, 10 сентября 2014 года через депутата Остапчука вам были переданы, Игорь Владимирович, обращения наши с приложенными документами, с фотографиями о том, что наш дом, середина дома проваливается, нет столбов под лагой, и у нас квартира, этот дом может сложиться в драмошку. Я прошу прощения, какой это адрес, какой дом? Южная 43-Б. Вопрос до сих, два года прошло, до сих пор этот вопрос не решен, нигде ничего не могу добиться. Вначале, значит, должно было быть это все готово к 10 сентября 2013 года, вот там у вас приложены документы мои, уже 16, говорю, в сентябре, и у нас ничего это не делается. Мы боимся, что в какой-то прекрасный момент мы окажемся в подвале. Значит, Любовь Матвеевна, ну, спасибо, что вы позвонили, то, что дозвонились. Значит, я знаю уже про эти два дома, ими занимаются. Такая же, значит, история и дом 41А, если не ошибаюсь, это как раз-таки вопрос, потому что те средства, которые были с фонда реформирования, их потратили на обшивку домов, и, если не ошибаюсь, поменяли на лестницу, поменяли вот эти вот основания на ёлку, если не ошибаюсь. Понятно, что есть вопросы. Значит, на самом деле, вот я попросил и средства массовой информации, и нашу строительную инспекцию провести серию репортажей и серию объяснений, люди должны понимать, с какой проблематикой, особенно связанной с жильём, им обращаться, потому что в данном случае обращение должно быть по адресу туда. Буквально позавчера мне эту проблему передо мной поставил Сергей Николаевич Коткин этот вопрос. Наши строители сейчас займутся, включатся в этот вопрос, посмотрим, что нужно делать. Но в любом случае дом необходимо исследовать, потому что он должен иметь износ 65%, тогда он переходит в разряд ветхоаварийного. Ежели он аварийный, специалисты это подтвердят, тогда будем принимать самые действенные меры. Поэтому и Валерий Евгеньевич в этот вопрос включился, я имею в виду Ступчука, и Сергей Николаевич точно так же. Поэтому двигаемся, ой, простите, пожалуйста, не двигаемся, вернее, а специалисты сейчас посмотрят, обследуют, и будет принято решение по вашему дому. Спасибо большое. А у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Анна Николаевна. Я из города Наринмара. Меня интересует вот такой вопрос по отоплению. То есть отопительный сезон уже начался, а управляющая компания ссылается на постановление 24 августа, и отопление не собирается даже давать. Мы живем по улице Пионерской 23. То есть у меня дома дети, маленькому 7 месяцев, он замерзает. Вот, и как вот нам быть? Они говорят, что температура в течение 5 дней, когда будет минус 8 градусов, ой, будет, ниже 8 градусов, да. тогда вот они приемут меры, то есть будут подключать нас, вот. Ну, а ночью они не считают, что ночью-то уже почти минусовая температура. Ну, здесь вопрос, наверное, не в том, что кто там считает плюс либо минус. На самом деле, Николай, спасибо за вопрос. Это точно так же вот из предыдущего вопроса о том, что мы должны четко рассказать людям, куда и кто должен, ну, в смысле, куда и по какому вопросу нужно обращаться. Значит, на имя Саутина и Валентины Викторовны напишите заявление, они организуют проверку управляющей компании и вынесут решение, права управляющей компании либо неправа, но по отопительному сезону действительно решение принимают наши органы местного самоправления, в частности, город Наринмар. Ну, и вы затронули на самом деле даже более глубокую проблему, связанную с эффективностью наших управляющих компаний. Вопросов к управляющим компаниям очень-очень много, потому что сегодня происходит следующая вещь. Управляющие компании копят задолженность перед ресурсно-снабжающими организациями, и вы знаете, сегодня у нас проблема с таким предприятием, как ПОКТС, потому что с одной стороны они показывают, что у них есть шикарнейшая огромная дебиторка, по факту этой уже давно, наверное, нет, и проблема, связанная с нашим предприятием Укргаз. Поэтому по управляющим компаниям мы со строителями недавно собирались, и с прокуратурой собирались, будем смотреть, как все-таки эту работу поставить под контроль, чтобы услуги оказывались качественные, и те деньги, которые управляющие компании собирают, они шли не на исключительно не на зарплаты отдельных товарищей, вообще не поймешь, куда, а шли на содержание обслуживания домов. Кроме того, мы сейчас на базе Ниньской коммунальной компании делаем расчетный центр с тем, чтобы платежи сразу разбивались, и ресурсно-снабжающие организации получали деньги от населения напрямую. Ну, а конкретно по вашему вопросу вам помощник тоже перезвонит и подскажет, как правильно, что заполнить. Хорошо, Анна Николаевна, договорились? Так что оставьте ваш номер телефона, и я хочу воспользоваться случаем и сказать, что как раз-таки наша радиокомпания сейчас занимается подготовкой серии репортажей о горячих линиях, куда, с каким вопросом обращаться. И вот я, может быть, скажу Анне Николаевне, что у государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ниньского округа тоже есть горячая линия, ее номер 2-19-33, в рабочее время можно обратиться с какими-либо вопросами, конечно, которые относятся к компетенции этой инспекции. У нас есть еще один... Мы постарались по всем практически профильным департаментам, по всем инстанциям, по которым возникают у нашего населения вопросы, сделать горячие линии. И я еще раз просто пользуюсь случаем, прошу средства массовой информации и серию репортажей сделать с тем, чтобы действительно населению объяснить, по какому вопросу куда обращаться, потому что порой человек из лучших побуждений обращается к тому-либо иному чиновнику, а чиновник вроде и готов бы помочь, а помочь у него не получается. Он отправляет на следующую инстанцию, и человек начинает ходить по инстанциям. И это приводит к тому, что и одни делом не заняты, и человек не получает той государственной услуге, которую должен получать. Этого быть, конечно же, не должно. И в связи с этим мы ряд мер приняли в той же сфере социальной защиты, когда мы объединили пакеты документов, чтобы человек как можно меньше по инстанциям ходил. Ну и все вот эти горячие линии. Да, их очень много, я думаю, сейчас перечислять не буду, потому что нас уже ждет радиослушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Наталья Сергеевна, вопрос по здравоохранению. Я прошу прощения, как вас зовут? Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна. Это вопрос по здравоохранению. Я тут к вам обращалась в июле на личный прием по поводу расширения спектра услуг в нашем физиокабинете, что касается детских процедур. Вы пообещали мне дать положительный ответ, но дело в том, что уже сколько времени прошло, что никак я не могу пройти эту процедуру, на которую я конкретно вам расписывала свои предложения. Процедура элементарнейшая, ради которой не стоит ездить в Москву. И сами врачи Москвы считают, что такие процедуры можно делать на базе простых больниц элементарных. А вот ответа до сих пор не получила. Значит, Наталья Сергеевна, я помню эту процедуру, связанную с вашим ребенком, и прекрасно все помню. Поручения у департамента это есть, они отрабатывают, но проблема в том, что мы живем на Крайнем Севере с вами, и у нас в июле-август, я из руководителей, больших руководителей видел, а очень многих не видел, потому что был сезон отпусков. Почему у нас еще сентябрь, мы не просто 1 сентября все в школу идем, мы живем на Крайнем Севере, у нас получается длительные, ну, пускай большие. Понятно. Это вопрос разработки, да, можно так сказать? Можно так, но там же еще есть бюджетные процедуры, поэтому решится эта проблема, она решится, но сегодня это торги, это срок, это изменение бюджетных процедур 2, и плюс это сезон отпусков, поэтому простите, но за 2 месяца эту проблему мы не решили. А подскажите, пожалуйста, еще, не планируется ли в ближайшее время посещение нашего округа каких-нибудь врачей, таких детских, например, как аллерголог, гастроэнтеролог, иммунолог, нефролог, которых у нас нет на базе нашей детской поликлиники? Значит, вообще перед главврачом нашей больнице стоит задача, чтобы и перед департаментом, чтобы мы периодически привозили врачей по тем узким специальностям, которых у нас нет, и на самом деле это практикуется постоянно. Я не готов сейчас сказать, там, врачи какого профиля у нас присутствуют на нашей территории и какой график, но я попрошу через средства массовой информации, чтобы они опять активизировались, потому что когда руку на пульсе постоянно держишь, процесс идет. Только чуть отпустил, поэтому мы через средства массовой информации попросим, я вас уверяю, что каждый день какой-то узкий специалист у нас на территории работает. Понятно. А по поводу вот этой моей процедуры, вот как мне узнать, что она вот началась уже, что можно мне уже обратиться в физиокабинет и врачам. Наталья Сергеевна, смотрите, какая история. Учитывая, что вы подняли эту проблему с этой процедурой, я вас уверяю, вы об этом узнаете первое. Ну, конечно, я думаю, что доктор, конечно, немножко пораньше узнает. Я даже не уверен, что я раньше узнаю, но вы узнаете первое, это точно. И окажетесь на процедуре. Спасибо вам большое, Наталья Сергеевна, и принимаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр Юрьевич. И ваш вопрос? Александр Юрьевич, да. У меня вопрос по поводу лицензирования любительского рыболовства. Этот вопрос уже поднимался везде, даже губернатор его затрагивал каким-то образом. Просто что, я думаю, нашим чиновникам и чиновникам от Северболоса, и чиновникам в администрации надо каким-то образом влиять на Ахангельск, потому что непонятно, что за люди там сидят, как далеко они от нашего округа, хотя, вроде бы, мы там как-то номинально входим в их состав в области, что они дают ловить рыбу плавыми сетями окунь, сорока, щек, аналим. Это вообще то же самое, что оленя кормить сеном, там комикорм завозили на колгоев, это вот один к одному. Вот кто-то должен этот вопрос как-то с мертвой точки сдвинуть, потому что бог не плевать, оплаченные эти квитанции пропадут, там не пропадут, там в следующий год перейдут. Вопрос не в том, в том вопросе, что люди на нервах вообще очень такой назрел конфликт, очень сильно с охраной, с нашим природным, ну как сказать, с кислородом, так скажем. На охрану деньги имеются, на моторы, на лоски, на бензины, они там катаются непонятно как, что ловят рыбаков здесь на наших городских тонях. Ладно, это вопрос уже другой. Это уже мнение, да, пошло? Да, 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 это уже мнение. Но во всяком случае, я думаю, нашему руководству надо как-то влиять на хангель, так скажем, на все рыбы, вот, чтобы как-то этот вопрос сдвинуть с мертвой точки, потому что он ни одного года, ни сегодняшнего, ни позапрошлого года. И он даже, я так думаю, он останется еще и на несколько лет. Спасибо вам. Пожалуйста. Значит, Александр Ильич, вы остались на линии, нет? Да. Да, да, да. Значит, давайте еще раз, вы имеете в виду о вопросе выдачи лицензий. Да, да, да. Значит, безусловно, это проблема. В прошлом году, когда она возникла, у нас как раз-таки наша кушка, которую возглавляет Михаил Юрьевич Шестаевич, перехватила выдачу этих лицензий, когда специалист там болел. В этом году точно такая же история, когда случилось, когда у нас господин Болотский приболел, вышел на больничный, оперативно кушка отработала этот вопрос, и они за день, по-моему, выдали там большое количество лицензий. Значит, скажу вам честно, детально разбирался в этом вопросе, стоит задача перед профилем департамента, а конкретно перед Белаком Олегом Ануфриевичем, он сегодня отвечает за этот вопрос, о том, чтобы в целом полномочия северо-ввода по выдаче забрать на территории округа каким-то соглашением. Но почему в этом году у нас это не получилось? Потому что северо-ввод сегодня федеральное государственное бюджетное учреждение находится в процессе реорганизации, оно уходит в Питер, поэтому сейчас мы уже отрабатываем с Питером, чтобы нам со следующего года эти лицензии забрать и выдачу сделать на территорию округа. Причем рассматриваем различные варианты, я попросил специалистов подготовить различные варианты, дело в том, что на территории других субъектов даже еще разыгрываются лотереей. Понимаете, да? Игорь Викторович, я думаю, это какой-то лотерея, это вообще что-то, не знаю, запредельное. Да, нормально продали лицензию, человек поехал, захотел, поехал, не захотел, не поехал. Александр Ильич, я поставил задачу следующую, о том, что сейчас мои ребята отрабатывают с Питером этот вопрос, как он будет отработан, они мне предложат несколько вариантов, я соберу активных рыбаков, ну, прямо через средства массовой информации, и мы выберем вместе, выберем тот вариант, который устроит всех, но то, что вы абсолютно правильно говорите, мы должны здесь сами выдавать эти лицензии и не мучить народ, когда он там ночью собирается, там по 200 человек, понимаете? По трое суток, вы прикиньте, трое суток, три раза в сутки, ночью, днем, от работы бежишь, это вообще, ну, дебилизм какой-то вообще. Согласен с вами целиком и полностью, но ведь мы тут с вами в прямом эфире, поэтому мне тоже иногда хочется высказаться, как вы понимаете, на древнем русском, да, но, увы, мы сдержаны. Я чисто без матов. Александр Юрьевич, я в сути поручения выдан, держу эту ситуацию на контроле. Честное слово, потому что это меня тоже не устраивает ни в каком виде. Спасибо большое, у нас остается три минуты за завершение эфира, принимаем крайний звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос, можно покороче? Да, здравствуйте, Игорь Викторович, меня зовут Вячеслав, у меня вопрос по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Наша семья здесь проживает уже 11 лет, у нас родилось здесь трое детишек, вот, садики, школы ходят, еще маленькие имеются. Вот, мы собрали огромный пакет документов, которые бы, ну, по программе, по которым предоставляют именно участок, нам по какой-то причине отказали. Подождите, 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 вам отказали, вас не поставили на очередь или вам отказали и не выдали земельный участок? Нам, нас не поставили на очередь. Ну, а по какой причине? Объяснили, по какой причине, нет? Ну, как бы, основание сделали такое, что у нас здесь нет местной регистрации, хотя мы здесь поживаем вот 11 лет, да, у нас есть там, в связи с тем, что была площадь, где мы зарегистрированы, естественно, вот, но трудимся и живем мы здесь безвызно, уже вот на протяжении 11 лет, и хотели бы жить и трудиться, на благо... Вячеслав, 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 очень замечательно, что вы живете и трудитесь на благо Ниньского автономного округа, на благо своей семьи, это очень здорово. У вас есть письменный отказ, нет? Да, конечно. Так все-таки причина в чем? Ну, значит, в законе звучит проживающие на территории Ниньского округа, мы здесь проживаем, мы подтвердили это с химиосправками, документами, с больниц, с садиков и так далее, со всех учреждений, регистрированные... Так а у вас регистрация вообще где, если не секрет, конечно? Ну, у нас здесь временная регистрация проживания. А постоянная где у вас регистрация? А постоянная у нас в другом регионе. Ну, в каком другом регионе? Пермский край. Какой? Пермский. Пермский. Пермский край. Ну, если честно, вопрос сложный, давайте мы индивидуально посмотрим, но я сомневаюсь, что мне в Перми сразу квартиру дадут или земельный участок. Ну, нам точно там не дадут. Вот. Давайте посмотрим. Хорошо, Вячеслав, ну, не готов сразу прокомментировать, просто если нет постоянной регистрации, действительно, вопрос есть, потому что с одной стороны нет проблем с передвижением, это дело и выбор каждого, но с другой стороны есть законы, по которым мы живем, и в том числе законы субъекта Нейско-автономного округа, поэтому в любом случае индивидуально посмотрим. Законно звучит проживающих на территории, не сказанное зарегистрированных. Слав, понятно, только проживающие подтверждается одним документом, это постоянной регистрацией, вот, это является фактом проживания, а все остальное тоже субъективно, понимаете, в чем суть? Ну, это с точки зрения юриспруденции, поэтому надо вопрос, надо смотреть индивидуально. Хорошо? Поможешь к вами связываться, свяжутся обязательно. Номер телефона оставьте, время нашего эфира уже практически завершено, Игорь Викторович, какое-то вот завершающее слово вам могу предоставить? На самом деле, большое спасибо нашей территории компании, спасибо ребятам, которые помогли в организации этого эфира, Мария, вам персональное спасибо, у нас действительно особый округ, мы все открыты, все на виду, и, что очень важно, мы друг друга видим на улице, встречаемся на различных мероприятиях, ну, а сейчас погода стоит осенью, осень вроде началась, но погода шикарнейшая, мы встречаемся на улицах постоянно, это здорово. Я всегда выступал за прямой диалог, есть горячая линия, и причем по каждому департаменту они уже есть работают, есть форма обращения на сайте нашем, есть страница ВКонтакте, поэтому, коллеги, не стесняйтесь, задавайте вопросы мне, моим заместителям, руководителям подведомственных организаций, у нас их немаленькое количество, но и самое важное, чтобы мы сегодня не питались слухами, домыслами, отчасти какими-то провокационными вбросами, не накручивали себя, своих родных, близких, а действительно сплотились. Нам сегодня непросто, честно вам скажу, нам сегодня сложно, но те меры, которые были приняты в свое время, они нам немножечко облегчают текущую жизнь. Да, мы сегодня живем в режиме ежедневного управления нашими финансами, мы сегодня живем в режиме еженедельного планирования тех контрактов и объявления торгов, мы сегодня считаем каждую копейку, да, сегодня мы вынуждены занимать средства, чтобы вовремя платить заработную плату, но мы двигаемся по четко разработанному плану, и сегодня время, когда мы должны сплотиться и поддерживать друг друга плечом к плечу, двигаться вперед, тогда нам будет немножко легче. Я хочу поблагодарить жителей нашего округа за ту помощь и поддержку, которую высказывают. Безусловно, есть здоровая порция критики, есть критиканство, вы знаете, что там через две недели у нас состоятся выборы в Государственную Думу, округа, появилась уникальная возможность, у нас будет депутат изрованный по одномандатному избирательному округу, то есть, как в старые добрые времена у нас будет свой представитель в Государственной Думе, безусловно, это очень здорово. Считаю, что для достижения успеха нам нужно просто трудиться, трудиться все вместе и все у нас будет хорошо. Ну, а по поводу выборов, вы же знаете, что чем ближе к дате выборов, так чем дальше от даты рыбалки рассказывать все больше и больше и больше и больше. Поэтому спасибо большое. Спасибо большое, будем работать. Это была прямая линия с губернатором, Нинского округа. Меня зовут Мария Владимирова. Услышимся.